Музыка Тем не менее, осталось все подлинное Все нет Лыжники на земле Вот видим часть истории Лакецкого замка Ядра Ядра, которые нас собирали На дне реки Одер Который течет под замком Потому что никогда никакой ведро на стен замка Нет На карте потом Видите, все целые В лесах пройдете Навалом Ну так на самом деле Это не совсем длинной мост Какие там видим чудесные панорамы Вон она и река Одер А за рекой на другом берегу Абхитеатр В 17-ом столетии И замок Уж превратился в В главную тюрьму чешской И мы сейчас с вами познакомимся Каковы они были Славные средневековые тюрьмы Каковы они Какой-то маленький этот Можно Прежде чем спустимся вниз в тортюру Проходите пожалуйста Эта икона сделана из плиток Фарфора Уникального лакетского фарфора Покрыта золотом, кобальтом Рубиновой пудрой И разноцветными глазурьями И разноцветными глазурьями Это клетка Совершая 18-19 столетия И ставили эту клетку на телегу В нее сажают груздика Кстати Попробуйте Попробуйте Залезть И сфотографироваться И так делают Квасили по городу Мальчишки бежали Перед них кричали Вот это Был вид мучения Прежде всего для медик Или еретиков Посмотрите внимательно Стул покрыт острыми При острыми шипами И на него нужно было сесть И в этом виде вам Задавали вопросы Конечно Каждый тут же Ответил на все вопросы Положительно То есть признался В том что делал И в том что никогда В жизни не делал Лишь бы его С этого стула сняли Следующая камера Представляет собой два Два вида мучения Или даже горская Часто и Смерт Целую бочку Испорчила А ты вот таким образом Воронку Вливали В человека А сзади Взади Видим коня Деревянников Остая доска И верхняя брань Была абсолютно Заскранена Хотите читать Не читайте Сразу Знаю Непонятно Суста Уже Что Палач Задает вопросы Палач Учитель Будет Не Не Я просто Слышаю Ну, тоже немного смотрите. Ну, тут... Здесь на мыльной камере представлено наказание женское. Владоморная называется. Наказывалась прежде всего за измену мужу таким образом. Женщину замуровывали. Но! Это была гуманная, наконец, 2 аж 3 дня. Идем дальше. А вот тут палач привез терегу с казни, да, в корзине, голова отрубленная вот такой. И вот такими вилами он ее подбирал. То есть не было никакого совершенно. И все по городу, поэтому каждый шаг нападет ровным булыжником был болезненным. Шипы впивались в шею. Камеры. Камеры назвать нельзя. Это бывшие, но потом использованы как камеры тоже системы отопления. Тут не нужна была смертная казнь, потому что просто умирала в гангрене. Невозможно было. Казни. Туда нельзя было спуститься по лестнице. Спускали на цепи и на крючке. Поэтому одевали вот такой вот еще и костюм, который невозможно поднять. Можете кто-нибудь попробовать? Я не могу. Так что еще пред казнью умела на себя. Вправо на доске видите банки с внутренними органами. Нам здесь представлено, хотя об этом не пишут, изгнание дьявола. Лавка бывала разделена на три части. Средняя часть была на педали. Вдаряли ногой в педаль и била средняя часть лавки в спину. Таким образом сломался позвоночник. Иногда и трескалась кожа на животе. Палач подцеплял игровую жереную свечетку или свезетку. И живого тела вырывал. Для неверных жен женщин вставляли вот в такую железную конструкцию. Внутри шипы видите выколотый глаз по этой причине. И, конечно, это тоже была смертная казнь. Всегда находились высокопоставленные личности. В основном политические соперники. А окно служило тоже орудием мучения. К окну приводили молодую женщину, которой недавно родился ребенок. Не позволяли упаюкивать, не позволяли кормить. Поэтому ребенок плакал, 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 изнемогал. Приводили следующую с ребенком. Оказывается, мы людям можем выдержать максимально 18 часов непрерывного детского плача. Сходим с ума. Поэтому потом отпускали. Но был совершенно... В следующей камере нам представлен испанский узел. Это смертная казнь. Я говорю еще о том, как мы люди лицемерные. Веревка связывается таким способом, что пока в ногах тонус, человек может натянуть веревку и не душит. Она ему горло, как только ноги ослабевают, мышцы ног, сам себя, собственно говоря, задушивает, связывает испанский узел. И говорили, мы его не убили. Это Бог, это Бог его убил. В витринке представлены. В старые времена был великим, ценностью великой, да, достоянием. Вот это клеймо выжигалось на шее у неверных нотариусов или судей, взяточников. Вот это клеймо выжигалось на шее у женщин. Были тонны. Смотрели, изложено четвертование. Что такое четвертование? Четвертование – это ломка костей. Это было наказание для особо опасных преступников в его теле. Ступени вниз ведутся еще двумя, тремя. На три этажа ниже, мы уж туда с вами не пойдем. Очень высокие ступени. По отношению я говорю, темница, настоящая темница. Акация – это было, собственно говоря, одним из страшнейших этих учений. Хотя там и билики. Но в помещении не проникал ни единый луч света. Оказывается, мы люди без единого луча света можем жить. И даже те слепые. И поэтому человек в скором времени сохранит. Люксусная тюрьма. По-настоянию, за. Олово в старые времена. Олово, серебро. Это считался одним из металл. То есть за цену. Это оловянный сахар, который для нас, людей, является. Все просто деревянная доска и крышка во времена Средневековья. Все, что тут из себя люди высыпали, падало прямо на булыжники двора. Академия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Два интересных портеля Каспера и Тенбергера Он долго сомневался, создавали шахматную доску Европы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Приехал наш кортист Карл Лхван Йоган Вольган Йотэ Субтитры создавал DimaTorzok Другие друзья, 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 Другие Нельзя было найти одинаковых. Орудия были разные еще и потому, что на охоту на разных зверей можно было бы отмазать. Посмотрите на птиц, которые не летают, а которые бегают по земле. И действующие. Это горный канон. Такими пушечками стреляли в горах. Гору просто тяжелую пушку не отнести. И рады, что наступил ренессанс. В тех пусках Бог воевался. Часто, смотря на эту доспехи, туристы говорят... ...чем питались молодыми красавицами. Каждый месяц выбирали красотку в деревне и уводили в лес на съедину. Расскажем, расскажем вам. Будем возвращаться. Давай, давайте. И вот так и влюбился. Будем достать молодцом. Им было семьдесят четыре года и снова влюбился. Влюбился в нашу красавицу. Ульяков. Оказалось, ульяков всего до пятьдесят три года младше. Чем же делать? Ульяков. 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 К probалюк, Durянов. Продолжение следует...